Дамы и господа, я представляю вам умные очки будущего. Думаю, вы поняли, что сейчас они частично разобраны. В собранном виде они выглядят так и называются Unreal Air. Хотя лично я не то чтобы геймер, но скоро выходит вторая часть игры Breath of the Wild. Мне любопытно посмотреть, как она будет выглядеть на 200-дюймовом экране, эквивалентом которого являются эти очки. И как вы можете видеть, позади меня я люблю использовать несколько дисплеев. Начнём-с. Я пользуюсь этими очками Unreal Air уже пару недель. И хотя передать 3D-опыт в 2D-пространстве довольно сложно, я постараюсь показать вам это наилучшим образом. На первый взгляд эти очки выглядят как обычные, слегка увеличенные Ray-Band, но приглядевшись вы поймёте, что это не простые очки. Мне нравится скрытный вид этих очков в дополненной реальности. За внешними стёклами установлены призмы, которые перенаправляют изображения от микро-OLED дисплеев на доправой. Скоро я покажу, как это работает изнутри, но когда видишь это своими глазами, это довольно круто. При подключении очков к телефону приложение Nebula отображает в очках трёхмерное рабочее пространство и возможность одновременно открывать несколько окон. Всё это делается через USB-C соединение сзади. Больше экранной площади означает большую продуктивность, по крайней мере это то, что я себе говорю. Система отслеживания положения головы встроена в очки, использует гироскопы в самих очках, которые отслеживают движения вашей головы и понимают, куда вы смотрите. Это отлично работает в приложении, однако, когда вы подключаете очки к чему-то другому, например, к Steam Deck, грубо говоря, очки превращаются просто в дополнительный дисплей. В большой дополнительный дисплей, конечно же, и большой 200-дюймовый экран движется вместе с вашей головой, что сначала немного непривычно, но со временем вы привыкаете к этому. Если мы попробуем поиграть в Breath of the Wild на Nintendo Switch, мы обнаружим, что Switch не имеет видеовыхода через USB-C порт, как у Steam Deck. Вместо этого нам нужно подключить HDMI-адаптер к док-станции Switch, и тогда мы сможем транслировать нашу 130-дюймовую картинку с Nintendo Switch прямо в наши очки. Не буду врать, выглядит это довольно круто. Экран огромный, и в реальности это выглядит намного лучше. Прямо сейчас вы смотрите через объектив камеры смартфона и как будто только одним глазом, вместо того, чтобы ощутить полное погружение. В комплекте есть специальные затемняющие накладки, которые улучшают видимость изображения при ярком освещении. Мне очень нравятся эти очки, особенно учитывая их текущую цену около 380 долларов на Амазоне. Я добавлю ссылку на них в описании. Я думаю, они будут очень полезны во время путешествий, или когда кто-то смотрит основной телевизор в доме, а вы хотите поиграть в приставку на большом экране. Но теперь, когда мы поняли, как это работает снаружи, настало время посмотреть, как это работает внутри. Перемещаемся из метавселенной во вселенную Джерри. Эти очки очень легкие, при 79 граммах они самые компактные по размеру среди всех систем дополненной реальности, которые я видел до сих пор. Чтобы узнать, как они работают изнутри, мы сначала снимаем сменную носовую часть, три размера которой входит в комплект очков. Затем мы снимаем верхний пластик, который прикрывает электронику. И вот теперь все начинает выглядеть футуристично. Датчик приближения сидит прямо над переносицей, поверх того, что похоже на фразерованное алюминиевое основание. Обе дужки очков содержат собственную электронику, так что далее я сниму декоративные хромированные накладки и длинные пластиковые крышки, которые защищают внутренний динамик и USB-порт с левой стороны. Я проделаю то же самое и с правой стороны. Тут находится второй динамик и два микрофона для шумоподавления. Сами дужки очков тоже можно снять без проблем, легкими покачиваниями из стороны в сторону. В дужках есть пружинный механизм, чтобы очки могли расшириться для более широкого лица. Еще они имеют несколько положений наклона оправы, так как голова у всех разная. Если что, я говорю это как наблюдатель, а не как маньяк. Открутив еще несколько винтов, мы можем поближе рассмотреть динамик, который находится прямо над ухом пользователя. Здесь есть водоотталкивающая сетка. Наконец мы переходим к основной части очков дополненной реальности. Металлический скелет крепится к оправе с помощью шести винтов, а в местах, где очки виртуальной реальности встречаются с очками настоящей реальности, есть тонкий уплотнитель. Вероятно, чтобы пыль не попала между двумя стеклами. Теперь, когда все компоненты были удалены, очки выглядят довольно обычными. Оптические призмы и металлический скелет имеют удивительно малый вес. Сверху проходит тонкий шлейф со схемами, который соединяет USB-порт с двумя дисплеями над каждым глазом. Возможно, вы уже заметили, что в этих очках нет встроенной батареи. Все потому, что питание идет через порт USB-C от транслирующего устройства, будь то телефон, компьютер, Xbox, Steam Deck, PlayStation или Nintendo Switch. Внутреннее строение всегда проще, когда батарея не встроена и очки не требуют дополнительной зарядки. Есть еще четыре винта, на которых крепится каждая из микро OLED-панелей по одной над каждым глазом. Каждая из панелей может отображать более 16 миллионов цветов при разрешении 1080p и частоте обновления 60 Гц. Тут также есть немного термопасты, которая помогает передавать тепло от OLED-панелей на металлическую RAM очков. Мудрое решение. Мы успешно взяли очки Unreal R и разобрали их до самого маленького микро OLED-телевизора в мире. Мы можем пойти еще дальше и вытащить этот телевизор из преломляющих призм, чтобы увидеть, какое увеличение требуется, чтобы увеличить картинку размером 1 дюйм до 200 дюймов. Я думаю, что это довольно интересная маленькая штуковина. И мне интересно увидеть, во что эта технология разовьется. Я не думаю, что они пока способны заменить мой обычный рабочий стол. Но я думаю, что это будет очень полезно в играх или просмотре фильмов, особенно во время путешествий. Полноразмерный телевизор, который помещается в кармане, трудно превзойти. Я с нетерпением жду возможности попользоваться ими побольше. Расскажите в комментариях, в какую игру бы вы поиграли в этих очках. Спасибо за просмотр. Переведено и озвучено мистер Бигмен. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий под этим видео.